Друзья, всем привет! Вы на канале Библиотека, Ильи Кривошеева, и сегодня я прочитал роман Джослин Джексон «Я иду искать». Роман 2019 года выпуска, перевод на русский язык с английского Смирнова. О чем роман? Все начиналось как игра. Лучшие подруги собираются на заседании литературного клуба для молодых мам. Их новая соседка предлагает сыграть в забавную игру «Расскажи о своем самом плохом поступке». Пара бокалов вина и литературные посиделки превращаются в исповедь, а впечатления от книг сменяются шокирующими признаниями. Только вот в прошлом Эмми Уэйн действительно совершила то, что не должна была, и теперь отчаянно боится, что правда всплывет наружу. Что если новая соседка знает больше, чем кажется? Что если вся игра была затеяна только ради Эмми? Мое мнение по прочтению этого романа. Роману я поставил «Четыре звезды». Очень хороший домашний триллер, который мне понравился. И по атмосфере он очень летний. Когда ты, читатель, вместе с главной героиней погружаешься с аквалангом в подводное царство на побережье Флориды, то ты прямо чувствуешь эту жару субтропиков, пальмы, песок и кайфуешь, в то время как в реальной жизни тут у нас идут дожди. Сейчас прослушайте 15 минут ознакомительного фрагмента романа Джослин Джексон я иду искать в моем исполнении. Если понравится, то подписывайтесь на полный доступ ВКонтакте или Бусти. Все ссылки в описании. Понравилось видео? Поставь лайк, подпишись на канал, узнаешь какие новые книги я прослушал и прочитал. Пока-пока. Джослин Джексон. Я иду искать. Глава первая. Игра была идеей Ру, больше чем идеей, тщательно выверенным планом. Она сама зарядила этот пистолет и, хотя пыталась учесть и сопутствующий ущерб, прицелилась прямо в меня. Игра называлась «Мой худший поступок за сегодня». Я никогда не слышал о такой, никто из нас не слышал. Мало ли, как стали развлекаться на пьяных вечеринках, когда правда или действие утратило популярность. Должно быть, в этой игре могут, безо всякого страха, участвовать только школьницы, чей худший поступок показать лифчик симпатичному мальчику или назвать сестру плохим словом. Если бы мы только знали. Мы были взрослыми женщинами, и мы хранили свои худшие поступки в глубоких ящиках. У нас были дети, и мы запихивали эти ящики под пресс работы и ипотеки, меню на неделю. От детей такие вещи нужно держать подальше. Ру три раза громко постучала в дверь, хотя у нас, конечно же, был звонок. Все, кого мы ждали, пришли по меньшей мере 20 минут назад. Шарлотта с подносами в руках застыла у лестницы и спросила, кто, черт возьми, это может быть. Клуб был полон, пришли все постоянные участники и даже несколько новых. Я выясню, иди куда шла. Я открыла дверь новой соседке. За ее спиной поднималась полная луна, как будто толкая в плечо. В серебристом сиянии, мягком, дрожащем, казалось, будто соседка вышла из подводного мира под яично-желтый свет фонаря над нашим крыльцом. Я узнала ее по волосам, идеально прямым, идеально черным, доходившим до лопаток. Она недавно поселилась в доме, бывшим предметом ненависти всех обитателей Шарлоттинского переулка. На редкость уродливом доме с провалившейся крышей, который мой муж Дэвис прозвал домиком спрайта за ядовитую желто-зеленую краску. Шарлотта в своем репортаже о съехавших и въехавших жильцах называла эту женщину Шеру-волосая в честь певицы Шер. Еще Шарлотта называла ее красивой, но она была не просто красивой. Она была из тех, кого показывают по телевизору. Безукоризненные черты, матовая кожа и стройная спортивная фигура, вынудившая меня сокрушаться о собственный. От лишнего веса я страдала лишь в подростковом возрасте, но сейчас, глядя на нее, почувствовала, как меня разнесло после родов. Ни кошелька, ни книги, ни бутылки вина, ни гостинца, ни, между прочим, бюстгальтера. На ней было плотно облегающее длинное платье, без рукавов, над ключицей татуировка, крошечная стая птиц. Она улыбнулась, и я, не почувствовав никакой угрозы, улыбнулась в ответ. Она не казалась опасной, скорее, крутой. Странная мысль. Мне 42 года, слово крутой я давно уступила дочери. Но все-таки мне вспомнилось именно оно, и смутное чувство, которое шевельнулось в груди, было лишь началом чего-то интересного. Оливер уже переходил на твердую пищу, и гормоны, баюкавшие меня, пока я кормила его грудью, отпускали. Теперь мне хотелось перемен, и, глядя на эту воплощенную угрозу у себя на пороге, я надеялась, что она пришла по адресу. Какой глупой я была. Она спросила, здесь собрание книжного клуба. Да, все верно. Эмми Уэй. Я протянула ей руку. Хватка оказалась крепкой, она сжала мою ладонь дважды, и это показалось мне до нелепости официальным. Я Анжелика, сказала она, но все называют меня Ру. Ру, удивилась я. А где Кенга? Кенга не придет. Кристофер Робин. Она хихикнула. Губы у нее были полные, очень бледные. Ни блеска, ни помады, зато глаза щедро подведены и накрашены. Блестящие черные волосы, разделенные на пробор, подчеркивали идеальный овал лица. Это просто моя фамилия, французская, с иксом на конце. Я знала, как переводится это слово. Подливка из муки, поджаренной в масле. Ты прочитала Дом Мирта? Спросила я, широко распахивая дверь. Дом Мирта. Роман Эдди Уортон. 1905 год. Конечно, ответила Ру и вошла. Было почти восемь. Обычно мы час болтали, час обсуждали книгу, и в девять пятнадцать девять тридцать расходились по домам, чуть подвыпив, чуть поумнеев, чуть ближе сдружившись с соседскими мамашами. Ты из желто-зеленого дома? спросила я, желая убедиться, что это она. Шарлотта говорила, что шароволосая одна воспитывает сына, которому достаточно лет, чтобы сесть за руль. Ну и в ярком свете она казалась чуть старше тридцати, ужасно молодая для матери старшеклассника. Да, это я, сказала она. Я подвела ее к лестнице, ведущей в подвал. Рада, что ты пришла. Этот дом обычно сдается на короткий срок, так что жильцы не часто приходят в наш клуб. Я пока не знаю, сколько тут пробуду. Я здесь по работе, хочу с кем-нибудь познакомиться. Мы стали спускаться по лестнице. А чем ты занимаешься? Она посмотрела вниз, не ответив на мой вопрос. А это, как ее там? Она моя соседка? Шарлотта стояла у ступенек и смотрела на меня в отчаянии. Шарлотта, подсказала я. Не знаю. Сейчас найду кого-нибудь, кто всем тебя представит. Не надо, ответила Ру и проплыла мимо меня в самую гущу толпы, чтобы самой всем представиться. Едва она скрылась из виду, Шарлотта затараторила. Еще и широволосая. Теперь тут 21 человек, не считая нас, и никому в голову не придет, что стульев мало. Мне нельзя таскать стулья? Она принялась поправлять волосы и стала похожа на нервную полевую мышь, чистящую ушки. Ее зовут Ру, и, конечно, никто не доверит беременной таскать стулья. Расслабься, я сама принесу. Вид у Шарлотты все равно был испуганный, на то она и Шарлотта. К тому же клубом заправляла именно она. Решила его организовать, осознав в тот момент, когда Руби начала ползать, что с самых родов не прочитала ни одной книги. Ребенок сожрал мой мозг, кричала она. Ладно, книги, но я уже не помню, когда в последний раз мыла голову. По ней было видно, что давно, но я оставила свои мысли при себе и согласилась посидеть с малышкой, пока Шар придумывала листовки и распихивала по всем почтовым ящикам. Она назвала свой проект «Зомби-мамы». Жуткое название, но, по крайней мере, я отговорила ее от клуба отупевших. По всей видимости, в маркетинге она разбиралась получше меня. Листовка и название привлекли участниц. Почти все были ее возраста, у всех маленькие дети, у кого-то совсем малыши, у кого-то дошкольники или младшие школьники. Я была тут старше всех некоторых аж на 20 лет. До того, как родился Оливер, я не особенно хорошо их знала, в основном по сплетням, услышанным от Шарлотты во время ежедневных прогулок. До этого я лишь иногда играла в настолки с мамашами средних лет, уже миновавшими этап подгузников и кормления грудью. Они резались в кости, довольно много выпивали и на полном серьезе обсуждали тяготы переходного возраста – марихуану, контрацепцию, поступление в колледж. Будучи приемной матерью подростка, я нуждалась в этой компании. Теперь же мне было лучше здесь, так что я предоставила Шарлотте свой подвал и талант к перетаскиванию стульев. «Тащи три, тащи четыре, хотя бы три», – командовала Шарлотта, пытаясь пересчитать всех женщин. Я протянула ей стопку бумажек с вопросами для обсуждения и пошла за стульями. Каждый раз, возвращаясь с очередной добычей, я украдкой посматривала на новенькую. Ру явно чувствовала себя в своей тарелке, легко переходила от группы к группе, и все, кто с ней общался, улыбались чуть шире, смеялись чуть громче. Они старались ее впечатлить, и я не могла не винить их. Ру казалась такой интересной. По ней видно было, что в ее загранпаспорте куча штампов, что она знает, как приготовить пате, что у нее был секс в машине на полном ходу, может быть, даже по дороге сюда. Последний стул я притащила, как раз когда Ру пожимала руку Тейт Банако. Я остановилась, не в силах отвести взгляд. Я ничего не могла с собой поделать. Тейт считалась красавицей в старших классах и до сих пор не смогла избавиться от этого образа, так что вносила в нашу компанию дух школьной столовой. За глаза она звала меня Питбуллем, за короткие светлые волосы и коренастую фигуру. Но еще и потому, что я помешала ее путчу. Когда наша компания переросла в маленький домик Шар, Тейт предложила к нашим услугам свою берлогу. Руководство тоже возьму на себя, пусть Шарлотта отдохнет, ворковала она, уверенная, что делает той большое одолжение. Но я быстро все это прекратила, во всеуслышание объявив, что Тейт намерена подмять клуб под себя, когда Шар уже сделала все, чтобы его раскрутить. И что если она его возглавит, мы будем читать только биографии семейства Кардашьян. Может это было и свинство, но лишить Шар клуба означало разбить ей сердце. В конце концов мы переместились в мой большой подвал и всем по-прежнему управляла Шар. И теперь я не могла сдержать злорадной улыбки, видя как симпатичная, но вполне заурядная Тейт, теряется на фоне экзотичной Ру. Тейт выпрямила спину, пригладила волосы, извинившись, направилась в ванную, откуда вернулась две минуты спустя, успев накрасить губы и завязать узлом футболку, чтобы продемонстрировать плоский загорелый живот. Шарлотта постучала ложкой по бокалу, желая привлечь всеобщее внимание. Потом стала этой же ложкой указывать, кому где сесть, но, к сожалению, Ру, стоявшая возле кожаного кресла, даже не посмотрела на нее. Она опустилась в это кресло, самое высокое во главе стола, которое обычно занимала Шарлотта. Когда Шар отвела глаза от толпы дамочек и увидела, что ее место занято, ее как будто током ударило. Я села на стул, который притащила из столовой и поставила у камина, и жестом подозвала Шарлотту к себе. Если честно, шепнула она, садясь рядом, хоть она и не в курсе, мне все-таки кажется, это неспроста. Тут же образовалось небольшое столпотворение, потому что пятеро женщин захотели занять места возле Ру. В следующий раз повешу на стулья таблички, пообещала я, и Шарлотта просияла. Ей нравилось, когда все шло по плану. Впрочем, подумала я, вряд ли в этом есть необходимость. Ру, которая снимает квартиру в жутком доме и не носит лифчика, Ру с татуировкой в виде птичьей стаи вряд ли вернется. Она была совсем не похожа на женщин, которые обсуждают приучение малышей к горшку и классическую литературу на примитивном уровне. Скорее уж она вступит в клуб игроков в кости, а может никуда и не вступит, потому что надолго тут не задержится. Последними уселись Тейт и панда Гриер, кое-как разместились на скамейке для пианино. Пока они бегали к бару за последним глотком вина, все места уже заняли. Шарлотта вручила соседке стопку бумажек с вопросами, сказав «Возьми одну и передай по кругу». Эти вопросы она брала со всевозможных сайтов. Итак, кто уже дочитал Дом Мирта? Почти все женщины подняли руки, и я в том числе. Шарлотта широко улыбнулась, и я понимала, большинство врет. Я так точно. Вернее, я прочитала большую часть, но всю прошлую ночь Оливеру не спалось, а когда мне наконец удалось его укачать. Его тельце у меня на груди, теплое, как картошка в мундире, и вкусно пахнущая лысая голова оказались такими уютными, что я тоже уснула. Мы оба спали долго и крепко. Мэдисон помогла мне с обедом, а Дэвис помыл посуду, так что мне удалось посмотреть в Википедии, чем кончился роман. Кто прочитал хотя бы большую часть, спросила Шар. На этот раз все подняли руки, в том числе и Ру. Отлично, но если вы не дочитали, предупреждаю, сейчас будут спойлеры. О боже, Лилибард умрет, пискнула сентиментальная Шеридан Блейк, только что узнавшая об этом из бумажки с вопросами. Прежде чем мы начнем, я хочу вам представить новенькую, сказала Шарлотта. Она пришла к нам в первый раз, давайте поприветствуем. Хм, Ру. Все замурлыкали. Привет, привет. А Тейт что-то шепнула на ухо панде. Панда кивнула, но с меньшим энтузиазмом, чем обычно. Ей достались не в меру упитанная фигура, простое, но милое лицо и очень симпатичный муж. Как только Бонако переехали сюда, она сразу же навязалась к Тейт в лучшие подруги, готовые каждое утро приносить ей фрукты и кофе. По всей видимости, Тейт представилась панде раскаленным вулканом, полным страсти, который в любую минуту мог взорваться и залить лавой супружескую жизнь Гриеров. Но теперь появилась Ру, бездна вот-вот готова была развернуться, и шерсть Тейт уже встала дыбом. Панда не смогла бы служить обеим богиням, а мне, как жительнице маленького городка, было интересно, куда это приведет. Скорее всего, подумала я, она выберет свою соседку Тейт. Домик Спрайта, по крайней мере, находился в четырех кварталах от прекрасного мистера Гриера. «Привет», — сказала Ру, «может, вы тоже представитесь?» Она сильно растягивала гласные, хотя Пенсакола, штат Флорида, находилась между океаном и Алабамой. Почти у половины моих соседей было тягучее произношение, но не такое, как у Ру. «Давайте вы по кругу расскажете о себе, я хочу знать, кто вы». Может быть, она много лет прожила на юге. Шарлотта ощутимо пихнула меня локтем, возмущенная таким нарушением правил. «Ну, мы все и так друг друга знаем, и у нас всего час», — сказала Шарлотта таким сладким голосом, что я сразу заметила неладное. Людей, готовых в своих личных интересах помешать работе клуба, она терпеть не могла. Шар была одержима идеей справедливости. Может, за это я ее и любила. Мир вокруг, очевидно, несправедлив, но Шарлотта была похожа на девочку с красным ведерком, уверенную, что с его помощью она сможет распределить воду поровну по всем мировым океанам. Решив поддержать ее, я добавила. «К тому же сегодня собралась такая толпа. Разве ты запомнишь все имена? Если будешь к нам приходить, понемногу все узнаешь». «Ты права, всех я не запомню». Ру улыбнулась Шарлотта, улыбнулась в ответ и хотела что-то сказать, но Ру ей не дала. Она посмотрела прямо на панду. «Ты панда, верно? Это я запомнила, потому что это неожиданно и потому что ты такая смешная». Улыбка Тейт превратилась во скал. Панда зарделась от удовольствия. «Но ты никакая не панда. С такими шикарными скулами и таким чувством юмора. Хитрюга, хитрюга. Лиса, вот ты кто!» Она придвинулась ближе, как будто панда Гриер, чьи шикарные скулы были почти не видны, и впрямь могла быть такой уж интересной. Не могла. И никто из нас не мог. Мы были просто обыкновенными женщинами, живущими возле колледжа в небольшом городке у моря. Жены и матери, стажеры и администраторы, учителя и библиотекари. Интересной была лишь Ру, упиравшаяся локтями в колени, широко расставившая ноги, между ними повисла пышная юбка. Бедра у нее были стройные и очень бледные, на ногах потертые ковбойские сапоги. Я ощущала ее харизму, которая ворвалась в комнату словно ветер и сдула нас с мест. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на Бусте. Ссылка на канал в описании.